добрый вечер друзья начинаем сегодня с добрый вечер друзья начинаем сегодняшний вебинар по эзотерике в этот прекрасный вечер давайте поставим плюсики видно меня слышно и начнем сейчас фичка посмотрит слышно меня там или нет добрый вечер тоби панэ господарю радуйся ой радуйся земли сын божий народ и вся сегодня свят вечер он же еще и сочельник что идет звук раз-два идет 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 о есть звук ура здравствуйте андрей андреевич поздравляю вас с наступающим годом позитивных перемен и ученик третьей ступени с нового года еще работу подскажите в каком направлении грузоперевозки будет получаться добрый вечер если у меня удача выиграть много денег лотерею хочу вам сказать джин таре барсовине вы никогда не выиграете много денег ни в какую игру не в лотерею ни в чем-то еще никогда поэтому даже не пытайтесь это делать екатерина чернышейкина здравствуйте уважаемый андрей андрей скажите пожалуйста можно ли сегодня загадать желание как правильно это сделать да сегодня можно загадывать желание но сегодня нельзя гадать ни в коем случае получается если сегодня гадать вечером то можно прогадать свою судьбу и говорят что в сочельник ни в коем случае нельзя делать несколько вещей первая вещь это одевать одежду черного цвета работать третье нельзя ни в коем случае объедаться на протяжении дня вообще по христианским канонам нельзя даже еще и нельзя еще и есть до вечера а в общем то во всех остальных ну черную одежду нельзя носить поэтому я сегодня хожу в светлых таких тонах сейчас мы чуть-чуть настраиваем или достраиваем правильно вот хотелось бы сегодня несколько слов сказать вот что дело в том что чем праздник замечателен ничем по моему мнению хорошо христианство вообще что должны служители божьи прежде всего знать дело в том что есть такая особенность проявление в евангелии проявление божественной доброты и и вот что об этом свое время сказал ну вот смотрите допустим что было написано в библии как же благодарны наверно были адам и ева потому что в эдемском саду их окружали видимые доказательства доброты бога к людям божьи творения которых доставляли им удовольствие и бог продолжал быть добрым ко всем даже к неблагодарным и злым вот доброта выражается в живом интересе в благополучии других она проявляется в полезных делах и тактичных словах быть добрым значит другим добро дарить а не зло добрый человек дружелюбен мягок сострадателен и любезен он черт и вниманием другим апостол павел свое время увещевал христиан облекитесь в нежные чувства сострадания доброту смирения ума кротость и долготерпения таким образом это колоссанянам 3-12 таким образом доброта составная часть символической внутреннего символического внутреннего осознания и состояния истинного христианина бог делает первый шаг проявлению доброты как сказал павел именно когда явилась доброта и человеколюбия спасителя нашего бога он спас нас через омытие давшие нам жизни через обновление святым духом бог омывает или очищает помазанных христиан в крыле иисуса применяя к ним ценность искупительной жертвы христа он также обновляет их святым духом и они становятся новым творением как рожденные духом сыновья бога кроме того бог проявляет доброту и любовь великому множеству людей которые омыли одежды свои убилили в краде агнца откровения и она и так далее то есть если читать то очень большое количество примера допустим иисус христос никогда не проявлял неуместной доброты он был олицетворением истинной доброты так увидел множество людей он проявив к ним доброту так как они были измучены как овцы без пастыря искренние люди не боялись приходить к иисусу они проводили к нему своих маленьких детей и так далее это от матвея хотя иисус был добрым он твердо стоял за то что правильно в глазах его небесного отца никогда не попустительствовал злу данной ему богом силу он обличал лицемерных религиозных руководителей тем не менее мое мнение звучит так для бога богоугодно быть добрым а доброта подразумевает быть добрым или любить это не значит проявлять доброту и говорить какой я добрый это значит делать что-то по благо доброты добрый человек в тот момент когда ему хочется кричать промолчит добрый человек и человеколюбий милосердный человек не будет ругаться не будет материться не будет просто так придираться доброта это по христиански именно поэтому я этот праздник люблю это квинтэссенция это кульминация появления значимого человека максимальное проявление милосердия человеколюбия доброты человечности и так далее именно поэтому это праздник замечательный праздник настоящего проявления семейственности настоящего проявления заботы день детей день семьи день теплых дружеских объятий отношений и любви ну что ж не буду я долго проводить сегодня вебинар постараюсь это сделать быстро и на гастровет добрый вечер андрей я живу в италии с итальянцем останусь вместе скорее всего да и на медовом может этот вопрос не по сегодняшней теме но если можно ответьте пожалуйста как можно убрать боль в эпигастрии при ацетоне у взрослого изотермически вот когда вот если бы вы знали как правильно написать вот почему изотермические термо это тепло а изо это отсутствие тепла изолировано допустим закрытое тепло не изотермически а вот если задаете вопросы то хоть чуть-чуть пограмотнее изучите тему второе смотрите если эзотерический то тайны объясните себе или скажите мне почему я должен делиться с вами тайнами я хочу вам сказать вам необходимо убрать боль в эпигастрии при ацетоне у взрослого человека следующим образом это у него гастро эзофаги или у него закрыт или переполнен желчный пузырь или у него не специфический язвенный колит с чем он болеет если ацетом необходимо что-то для печени принимать значит есть проблемы желчного пузыря врачу давайте не изотермический а все-таки в медицинский сходите к прочим всем добрый вечер с наступающим рождеством и вам тоже вера кириндиасов добрый вечер всем участникам мои привитания всем для коца и вечер святой вечер я поздравляю вас вера я вас помню и помню вашу дочь с которой вы приходили и мужа вашего помню красиво мужчину и каждый раз когда я вижу ваши комментарии мне приятно потому что я уважаю и вас и вашу семью вы очень хорошие люди пусть у вас все в жизни хорошо получает пусть дочь выздоравливает и вы не болейте и мужчина вас пусть не болит как назвать ребеночка чтобы родился счастливым в этом году половина года очень хорошие имена на букву на букву т на букву у а букву п на букву т и на букву у во второй половине на букву у на букву е вот так здрасте дорогой здрасте андрей андреевич желаю счастья крепкого здоровья желаем материального благополучия желаем материального семейного благоденствия и вашим родным и родным вам людям спасибо друзья ученица ступень спасибо за знание огонь моем сердце когда поступит крупная сумма денег на счет скоро ли будет возможность долгожданной встречи с родственной душой в киеве скорее всего не очень быстро но деньги будут поэтому не отчаивайтесь все будет хорошо наталья севченко я с украины у меня взять 5 месяц плену когда он вернется домой и можем ли мы как-то повлиять чтобы это быстрее было каждый день возле стола ставьте для него тарелочку и когда наливаете еду говорите мы тебя ждем и наливайте ему в тарелочку и тогда он как можно быстрее вернется также обязательно на ночь когда вы будете ложиться в окно ставьте свеч какую-нибудь можно даже электрону и говорите вот тебе в нашем направлении свет иди к нам мы ждем тебя также делайте обряд вымаливания складываете вот так руки и представляете будто он к вам идет есть еще вот такой обряд существует некие шесть тайн вишну я об этом когда-то говорил на своем семинаре который назывался астральная левитация ли семинар астральной левитации где я упоминал о шести тайнах вишну или практике такой закрытой шесть тайны и одна из тайн это представляет перед собой весь мир в виде куба и соединяясь нитью с собой вы можете влиять на этот мир и так представив мир перед собой в виде куба такого синего на котором океан и на котором разные города в виде куба то есть представьте глобус квадратный висящий перед вами и представьте будто между вами этим кубом есть ниточка представьте маленького человека своего зятя или своего сына того человека который необходимо и зовите его представляй будто он идет по вот этой ниточке к вам старайтесь даже если он упадет старайтесь чтобы упал вам в ладонь и после этого его прижмите и скажите мы ждем тебя вот если выполнять такую практику то скорее всего быстро вернется и ничего с человеком с праздником андрей скажите как сделать откуп от болезни которые меня мучают с уважением казахстан в моей жизни была такая проблема я тоже очень сильно болел однажды я поехал к человеку который в индии меня принимал я об этом рассказывал и он сказал сделай себя на четыре года старше таким образом сделав на себя себя на четыре года старше может произойти откуп от болезни то есть если вы на протяжении четырех лет должны выздороветь и это препятствует вашему сейчас ну а почему на 4 дело в том что больше нельзя что может измениться тотальная судьба не в лучшую сторону и вот так это выполняется то есть человек делает себя старше на четыре года при этом может изменить дату рождения и даже изменить фамилию свою или даже имя изменить и того человека которым вы были его необходимо сделать в виде куколки такой то есть необходимо сделать куколку на ней написать свое имя фамилию дату рождения где-нибудь посадить а свое а свою а свою новую фамилию имя отчество или свое новое имя и свой новый год рождения отпраздновать и сказать теперь я буду на четыре года старше и буду называйте меня так вот так таким образом происходит откуп ну это один из вот таких вариантов подробнее об этом я рассказываю в своем вебинаре семинаре он платный называется обрядовая магия трехдневных двухдневный обучающий мастер-класс первые два занятия посвящены обрядовой магии и вторые два занятия по моему там проведение обрядов в виде мастер-класса вот очень советую его приобрести и правильно проводить или заниматься откупом всем остальным юна 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 соколова здрасте андрей андреевич оставаться в узбекистане или можно вернуться в крым можно вернуться в крым софия соломонова скажите мне пожалуйста что я смогу устроить свою личную жизнь ну устроить и да устроить и свою личную жизнь таня комарчук с наступающим рождеством всех спасибо занимаюсь практиками читаем мантры для открытия третьего глаза получится конечно у всех он уже открыт просто необходимо знать что для того чтобы человек предсказывал необходимо чтобы высшие силы были в этом заинтересованы если человек открывает для себя третий глаз с желанием зарабатывать на этом деньги то не начинайте это должно произойти естественным путем в какой-то момент человек может начать более интереснее воспринимать окружающий мир и это не механическая модель такая это скорее всего связано с тем что высшим силам необходимо что-то через этого человека донести людям или окружающему миру либо предупредить от чего-то и когда допустим человек хочет открыть третий глаз то это неправильно нужно чтобы высшие силы хотели чтобы у этого человека открылось такое видение потому что обычный человек он для того чтобы высшим силам понравится что нужно на первое место необходимо поставить состояние доброты я считаю что наивысшее проявление духовности это проявление внутренней доброты доброта есть любовь понимаете проявление доброты есть проявление любви поэтому когда человек говорит я люблю но при этом он злобный ненавидящий вредный такой человек скорее всего не проявляет любовь знаете многие люди так живут они для себя вырисовали такую программу что они любят что они проявляют любовь но они недобрые а как же быть недобрым и при этом проявлять любовь объясните мне так вот любовь чистом виде это есть проявление доброты поэтому на первое место это проявление доброты а на всех остальных местах это уже проявление всего остального поэтому для того один из элементов раскрытия третьего глаза это элемент проявления и ощущения и желания проявлять внутреннюю доброту знаете многие люди из-за того что они закомплексованы или боятся как правило боятся проявляют злость дело в том что весь мир основан только на двух принципах это проявление доброты проявления злобы почему человек злится как правило человек раздражается и злится это связано с тем он с тем что он боится но очень часто вот я большой сильный мужчина живу со своей маленькой красивой супругой и я на нее раздражаюсь допустим хотя такого не бывает сегодня вообще раздражаешь на тебя такое бывает красивая какая может покажется идись ко мне сядь на минутку эти покажу людям иди ко мне сядем на минуточку ведь 0 на секундочку давай вот она моя любовь праздником нет праздника наступающего так вот я допустим взрослый сильный мужчина и я начинаю раздражаться на маленького ребенка или на свою жену или на свою маму и здесь можно задать такой вопрос почему они меня раздражают или почему я начинаю беситься или почему вдруг человек становится нервным злым не может сдерживать эмоции с чем это связано так вот первоисточником всего является страх это удивительно и он заложен подсознательно он может быть кармический приобретенный как это допустим было или как это может быть допустим когда я учился в школе мне там ну допустим одна из историй я учился в школе было 13 и молодая худенькая девочка там я хотел к ней подойти но я ее боялся или там я боялся что она расскажет или я боялся еще что-то я боялся маму и так далее это выработало у меня какой-то подсознательный страх к женщинам и потом когда меня близкий человек начинает раздражать то это раздражение возникает не от того что не от того что она меня раздражает а от того что я подсознательно включаю паттерн страха именно поэтому самый простой метод для того чтобы не раздражаться на людей или близких или детей произносите шепотом или вслух несколько раз я тебя не боюсь это очень эффективно устраняет и убирает вот такие элементы раздражения когда вы не боитесь то вам незачем больше бороться а если незачем бороться то вас уже ничего не раздражает то есть вы становитесь добрым человеком надежда марков андрей с праздником вас и вашу прекрасную семью мужчина сделал мне предложение стоит ли расписываться и менять фамилию однозначно хотите чтобы жизнь была счастливая когда расписывайтесь меняйте фамилию также хочу сказать что хорошо расписываться когда человек расписывается это для мужчины хорошо обычно это выглядит так пожили 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 он ей там что-то покупала на себе что-то придумала еще ушла к другому у него ничего не осталось а вот когда есть совместное имущество совместные дети есть паспорте печать государства на вашей стороне поэтому будете разводиться хоть что-то останется моей жизни очень много было знакомых таких которые посвятили жизнь женщине после этого женщина влюбилась там за турка за араба за египтянина за итальянца или чё за кого-то и после чего уехали от такой от такого мужчины он остался ни с чем без имущества и так далее ну ради чего жил вообще не без детей без имущества без семьи ирина баранова учитель все участки вебинара поздравляю с рождеством спасибо с рождеством христом андрея анатольевич уже много лет работаю в италии хочу поменять работу что будет получаться мои дети будут счастливыми будут работу хотите что будет получать все что хорошо делаете то и будет получать спасибо за ответ досмотр медицинская деятельность работа в сфере обслуживания и пищевой промышленности будет получаться добрый вечер андрей андреевич наташа залевская подскажите пожалуйста ничего не получается в жизни пустота не знаю чем заниматься не молодая уже ищу себя есть четыре принципа моей счастливой жизни эти четыре принципа они уникальны вот давайте вы их запомните и знаете всю жизнь можно за счет таких принципов изменить вот абсолютно все это четыре принципа настраивания себя можно назвать такую самонастройку саморазвитием моим мотивационным самонастраиванием я не знаю аффирмации как угодно эти четыре принципа звучит звучат так живите следующим образом первое когда вы просыпаетесь то начинайте произносить себе я служу смотрите вперед куда-нибудь и говорите я служу доброму богу почему доброму потому что добрый бог это бог созидания злой бог это бог разрушения поэтому зло приводит к войне добро приводит к доброте и миру таким образом произносите себя каждое утро я служу доброму богу какая разница какому пусть он будет добрый добрый аллах добрый христос добрый будда но будет пусть добрым ведь они добрые а теперь вы просто служите доброму бог очень часто люди от того что они недобрые они начинают служить недобрым богам и сами не понимают что в их жизни появляются вот такие проблемы второе на протяжении дня обязательно произносите на протяжении дня произносите я радуюсь от того что это я радуюсь от того что это я радуюсь от того что это произносите как можно чаще слово ура вам человек говорит там все нормально говорит да ура нормально то есть То есть произносите слово «ура», это тоже очень важно. Четвертое. Старайтесь как можно чаще не говорить и не жалуйтесь никому на свою плохую жизнь. Как можно чаще находите в себе возможность быть или проявлять свою добродетель и свою доброту. Таким образом, используя только пять компонентов жизни, можно полностью изменить свою судьбу. С помощью вот таких намерений, вот такой мотивации создать новые принципы своего саморазвития. Это, хоть вы и не верите, тотально создаст новые условия в вашей жизни. Почему ничего не получается? Первое. Часто очень виноваты аффирмации, когда человек сам себе врет. Он говорит, что скоро, например, начинает делать так. Начитавшись Луизы Хэй или насмотревшись Брайана Киселя, почитав трансферфинг реальности и так далее, он делает так. Он начинает думать, или посмотревшим секрет, он начинает думать, что он как бог, что пожелает, то ему и дадут. И начинается это так. Человек говорит, у меня есть дом свой. И тут сразу же появляется обман. Почему? А ведь дома нет. А если он есть, то тогда зачем ты сам себя обманываешь? Тогда зачем тебе давать, если он в твоем сознании есть? Вот первый обман. Так человек, человека обычно наказывают. Если человек очень много врет, то его наказывают. И человек делает так. У меня есть дом, у меня есть хорошая работа, у меня есть муж. Это ж по фильму секрет. У меня есть там любовь, у меня есть еще что-то. То есть, что он делает? Он ставит себе блокировки, жизненные блокировки. Почему? Ну, где-то это выглядит так. Если высшие силы должны это создать, и человек говорит, что у него уже это есть, зачем создавать? Ведь создается чувствами. Тогда, если у вас это есть, зачем вам к этому стремиться? И человек говорит, у меня хороший заработок. Все, уже заработка не будет хорошая. У меня есть дом. Все, дома не будет. У меня есть жена хорошая. Все хорошее не будет. Будет плохая. Понимаете? То есть, человек так умудряется себе испортить судьбу. Вот такими словами. Вранье. Люди иногда переезжают куда-то и начинают врать. И говорят, я там такая... Помните, есть песня «Сорву с три короба». Пусть удивляются, с кем распрощалась я вас не касается. Пела Алла Пугачева. Я за Аллу Пугачеву, она за Украину. И в свое время Алла Пугачева спела такую песню. Начнут там рассказывать в поезде курящие про свое прошлое и настоящие. Нарву с три короба. Пусть удивляются, с кем распрощалась вас не касается. Так вот, когда человек врет, в случае, если ему не верят, то тогда это хорошо. Потому что если ему поверят, то это вранье становится тем элементом, который может очень длительное время не сбыться. Таким образом, врать по поводу вашей жизни, что у вас это, вас любят, у вас там то-то и то-то, это нехорошо. Потому что это является одной из таких чувствительных, мощных блокировок вашей жизни. Итак, первое. Не мечтайте, произнося это вслух о том, чего у вас нет. Второе. Старайтесь делать так, чтобы в вашей жизни вранья о себе, во всяком случае, было поменьше. Третье. Обычно человек говорит так. Я хочу дом очень сильно, или я хочу работу, очень хорошую работу, чтобы там достаток был и так далее. Но дело в том, что Бог так устроен, что Он не хочет давать то, что хочет человек. Почему? Божественная, наверное, божественный промысел, если человек все-таки расслабится, если человек будет добрее, теплее относиться к жизни, если он будет, может быть, теплым человеком, а не агрессивным, безумным, вредным, как обычно это бывает, то не хотящий трехкомнатную квартиру, почему? Может, для вас будет более счастливой жизнью, если вы будете жить в большом доме. Человек говорит, я хочу трехкомнатную квартиру, я хочу трехкомнатную квартиру. Не хоти трехкомнатную квартиру. Почему? Возможно, Бог для тебя придумал, чтобы ты жил в огромном красивом доме. Так уж устроено. Дайте возможности Богу для вас что-то сделать. Не хотите персонально чего-то, чего хотите вы. Наоборот, чего должен хотеть человек? Если человек захочет счастья, если человек будет стремиться к тому, чтобы хотеть счастья, и будет служить доброму Богу, и будет ждать, что это счастье в его жизни скоро произойдет, то тогда Бог для него создаст самые великолепные и самые лучшие условия жизни. Вот так. А когда человек говорит, я смогу, я добегу, я там сделаю, я так, а вы-то при чем? Верьте в Бога. Вера, надежда и любовь, она же доброта, является основной концепцией человеческого существования. Вот те, кто в это верит, у них все получается. Помните о моем принципе, я когда-то говорил, чувства создают реальность, а не наши желания. А Бог создает реальность. Он видит, что мы чувствуем, видит, когда нам нравится и создает для нас события. Но мы, чего мы должны хотеть? Желайте не конкретного, желайте не частного, а желайте счастья. Потому что только он знает, когда вы будете счастливыми. Так одному дай маленькую квартиру, он будет счастливым. Другому дай большой дом, он будет несчастным. Почему? За ним надо ухаживать, там нужно много работать, там еще что-то нужно и так далее и тому подобное. Так, в случае, если человек дает возможности Богу через свое желание быть счастливым, создать для него что-то, то то, что он получает, гораздо максимальнее, чем точечные, микроскопические пожелания, связанные с меркантильными интересами жизни. Вот так. Красиво сказал, да? Моя Соня сегодня, я говорю, сегодня нельзя праздновать в черном, потому что это святой вечер, она оделась во все черное. Ну что это, Китя? Ну да, нельзя так в черном, малая. Видите, вся в черное оделась. Да, я понимаю, Родина в опасности. Наташа Владимировна. С наступающим Рождеством подскажите, когда я выйду замуж. Огромное спасибо, дорогой учитель. А чтобы это были последние ваши желания, знаете. Выйдите замуж. Через пару лет. В следующем году нет. Маримбар. Здравствуйте, Андрей Андреевич. С праздником и Рождеством. Пожалуйста, получится ли бизнес мужа в Испании? Да. Хочется пожить там в удовольствии. Получится? Да. Получится, но чуть-чуть пусть не брет. Чуть-чуть пусть не привирает. У меня девушка когда-то обратилась через интернет. Она там магией занимается. И второй Андрей Андреевич. Я вот выхожу, ну хочу, живу с мужчиной. Он там занимается бизнесом и так далее. Получится, не получится? Я говорю, нет, не получится. Нет, Андрей Андреевич. Мне карты Таро показывают, что все получится. Я говорю, нет, нет. Все, что говорит, он все врет. Абсолютно. От начала и до конца. Он говорит об инвестициях. Ему никто не даст никаких инвестиций. Он живет за счет своих родителей. У него никогда ничего не будет получаться. Он до старых лет будет жить за счет родителей, которые его содержат. Все его вот эти, там, я инвестирую, меня инвестирую, я придумал еще что-то. Это все обман. Это просто такой тип некоторых людей есть. Они много всего рассказывают. У них много тайн. Они прямо всех знают, всех инвестируют. Все в них готовы вложить. Но на самом деле живут. На самом деле это объяснение их несостоятельности. Виолетта. Какая профессия для меня будет успешной? Связанная с медициной или с графическим дизайном? С дизайном лучше. Ирина Казанцева. Лена Рудченко. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, снились конфеты мне раз? Что сама покупаю? Что предлагаю? И как можно понять для себя? Что понять? Я так понимаю, что вы хотите понять, когда конфеты снятся, это хорошо или плохо? Когда конфеты снятся, это к счастливой, мирной и теплой жизни. Конфеты также могут сниться к соблазнению. То есть если вам снятся конфеты, бойтесь, что вас соблазнят. Если снится соль человеку, это говорит о том, что нужно быть более целеустремленным, более жестким, более, наверное, таким решительным. В случае, если снятся алмазы женщине или бриллианты женщине, сейчас вот могут сниться, то это для женщины обозначает замужество, счастливую судьбу, если для мужчины это внезапное богатство. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Когда муж приедет к нам с сыном жить навсегда? Ой, не быстро. Даже не хочется говорить, когда. Простите. Скажите, пожалуйста, можно ли закопать в лесу бутылку с алкоголиком? Можно. Спасибо вам за вашу доброту. Жизнь потихоньку меняется в лучшую сторону. Скажите, скоро я буду бабушкой? Нет, только через пару лет. Не скоро. Скажите, пожалуйста, я выйду еще раз замуж? Я вдова. Нет, не выйдете. Я сейчас в Ираке. Послезавтра у меня назначена операция. Благословите. Все получится, Анжелика. Не нужно бояться. Все хорошо пройдет. Ничего не будет. Небольшие осложнения. Незначительные. Не бойтесь. Когда будете идти на операцию, скажите, ну и ку помоги. Что у меня с горлом? Сегодня вышел комок. Что это? А потом вышла слизь. Спасибо заранее. Когда в миндалинах появляются пробки, то они могут выходить. Это совершенно безопасное и совершенно естественное состояние. Нужно фуроцелином просто пополоскать какое-то время. И этого не будет происходить. Не бойтесь. Это не... И вышла слизь это тоже. Все безопасно совершенно. Если кровь выйдет тогда или очень плохой запах какой-то, то это могут быть какие-то проблемы, которые более глобальны. Если горло не болит и что-то выходит, не нужно этого бояться. Барракуда. Андрей Андреевич, подскажите, жена ушла с работы, уволили. Когда все наладится? Когда я найду наставника? Я шаман. Я не могу ответить на этот вопрос. Во-первых, мне для того, чтобы вас просмотреть, необходимо, чтобы у вас было имя не Барракуда, а какое-то другое. А так мне нужно для того, чтобы просмотреть вашу жену или еще что-то, необходимо сначала узнать, как вас зовут, после этого правильно-неправильно, потом вашу жену. Нет, шаман вы или еще кто-то, не могу сказать. Наставника найдете. Знаете, было бы желание у человека кого-то найти сейчас. Столько людей, столько информации, столько эзотерики, столько мистики, столько всего, что только начни это изучать. Лариса Куликова. Здравствуйте, через сколько лет я выйду замуж? Мне 41. Вот на следующий год, скорее всего, может через год и выйдет. Астрадеси. Зря вы вот так духовные имена выкладываете на общее обозрение. Оно же работать не будет. Смысл какой того, что я его вам давал? Нормально ли не хотеть рожать в будущем? Нормально. Очень много женщин не хотят рожать. Наверное, никто не хочет рожать на самом деле, потому что это больно и так далее. Ну, разве есть нормальная женщина, которая хочет рожать? Но потом, когда появляется мужчина, появляется отношение, появляется страсть, он начинает убеждать ее в этом. Ну, и остается делать. Хочешь жить, умею вертеться. Ну, тем не менее. Соня, ты хотела рожать? Скажи честно. Нет, говорит, видите. Ну, в итоге она рожалась. Твоя кутия. Мои други пропала дочь. Найдется? Да. С праздником. Калина Кожушков. Прошу, будьте добры, скажите и мне. Встречу я мужчину для комфорта. Конечно. Ольга Данилова. В каком направлении мужу работать? Все, что связано с печатью, бумагой. Все, что связано с перевозками, переездом. Все будет получаться такое, чтобы... Татьяна Сам, у меня недавно вдруг появилось ощущение и желание обрести новую большую квартиру. С чем это связано и получится? В ближайшее время не получится. А получится ли вообще? Ну, если... Причем тут ваше желание, знаете? Получится, не получится? Скорее всего, в ближайшее время этого не произойдет. Жанил Шаймерденова. Как быстро продам дом? Спасибо всех с Рождеством. В этом году даже не продадите, наверное. На следующий продадите. Оксана Кривоносова. Мне можно или нужно ехать к своей подруге в Испанию? Я сейчас живу одна в Донбассе, в Донецке. Очень тяжело. Если есть возможность ехать в Испанию, смело, дети. Не сидите в Донецке. Там не сильно хорошо. Любовь Собержанская. Поздравляю вас и вашу семью с наступающим Рождеством. Спасибо. Алена Оленс Морбовец. Со святым вечером. Дорогу учите. Андрей Андреевич, и всего самого наилучшего. Скажите, пожалуйста, начала делать массажи в своей квартире. Получится? Заработка получится. Но вам не надо массажа в квартире. Вам нужно делать массажи, приезжая к кому-либо. Также обучитесь, может быть, эпиляции. Потому что обычно это... Пришли массаж кому-то делать. Говорите, я могу эпиляцию сделать там. Так и то, и то. Знаете, эпиляцию, реснички. Тому массаж, тому эпиляцию, тому реснички. Это супер, знаете. Чем больше у вас возможностей, тем больше шансов. Знаете, сейчас такое большое количество этих курсов. И это всегда необходимо женщинам. Знаете, эпиляция, реснички, ногти, ногти, эпиляция, реснички. Волосики, ногти, эпиляция, реснички. Массаж. Всем женщинам необходимо все ходят. Нина Завадская. Здравствуйте, стоит ли моей дочери Юлии переезжать в этом году за границу? Показывают, что не нужно. Проблемы по-женски. Помогает ли техника Будды синего цвета? Вам конкретно помогает. Десятым вечером всех. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста. Залышатый семейный человек, у меня мяч, не чекраша, будто житы в Украине. Вам краще в Немече не залишатся. Елена, добрый вечер, Андрей Андреевич, со светлым праздником. Вам и вашу семью. Спасибо. Как в этот праздник избавиться от должников, чтобы долг вернули? Договор оставила, но пока продвижений нет. Пропал обманщик. Вся его проблема заключается в том, что он в действительности хороший и совестный человек. Но у него нет денег. Он настолько запутался. Это связано с женщиной, это связано с неудачами, связано с тем, что он более попал на девушку, которая его обманывает очень сильно, вытягивает деньги и так далее. Его путь, он такой, он со временем образумится. И со временем вам отдаст. Но это время, его нужно дождаться. Поэтому ничего страшного, если вам нужно на сегодня, чтобы он отдал, никак не отдаст. Для того, чтобы их отдать вам, нужно, чтобы они у него появились. А он уже пару лет, наверное, живет в долг. Берет что-то там, тратит. У него ничего не получается, он снова занимает и так далее. Такой вот человек. Почему у вас заняли? У вас заняли, потому что вы должны сделать вывод. А он звучит так. Никогда больше никому не занимайте деньги в долг. И жизнь будет легче. Вот смотрите. Обычно между людьми есть правило трех. Это правило звучит так. Один и другой, вот смотрите, один занял, это проблемы другого человека. Допустим, а теперь смотрите, как это выглядит. У человека есть проблемы. Он хочет их решить. И это его проблемы. И он их решать должен самостоятельно. И вы говорите, я тебе помогу. Если вы этому человеку помогаете, то часть этих проблем становится и вашими проблемами. Поэтому, когда успешный человек захочет кому-то дать в долг, всегда помните. Отдавая в долг, вы еще и отдаете часть своего успеха. Поэтому и берете на свои плечи часть чьих-то проблем. Это такая особенность. Я это знаю. В свое время я преподавал в совершенно другой эзотерийской школе. Ну, есть люди, которые знают, когда я преподавал, где это происходило. Они ко мне обращались и говорят, что мы вот когда-то учились. И там вы проводили курсы, и там проводили курсы. И когда я давал определенные знания, среди этих знаний были обряды. Так вот, один из обрядов заключался в том, что необходимо было попросить в долг небольшое количество денег, но обязательно очень богатых людей. И вот становились возле кассы, такие женщины, у которых были большие проблемы и трудности в жизни, и просили небольшое количество денег возле кассы, но только обязательно очень богатых людей. Вот когда просили, там им давали по чуть-чуть, нужно было эти деньги разменять на большую купюру, какую-то максимальную, и ее постоянно носить. Вот это называлось купюра, неразменный рубль. И вот такая купюра, она в дальнейшем помогала человеку. Но это уже черная магия, своего рода такой вот вольт. Получается, ничего произносить нельзя было, а просто вот разменяв купюру, сложив ее, вы брали немножко, немного счастья и немного везения у того человека, который вам одалживал эти деньги. Алисия Петрова, скажите, как хорошо, что вы есть. Скажите, пожалуйста, почему у моих детей их трое? 1984, 1986 и 1994 нет своих детей, очень хочется внуков. У всех будут. И у 1984, и у 1986, и у 1994. Это обычно связано с тем, что я называю родовым проклятием. Когда у человека есть родовое проклятие, оно связано с тем, что у детей не рождаются дети. Как убирается родовое проклятие? Напишите мне, оплатите сумму там определенную, и я уберу такое проклятие. На самом деле, я вас научу, как это делать. Если у вас есть видение, необходимо представить, будто у ваших детей в центре груди есть белый ключ. Красивенький, красивенький такой. Вот вы должны представить, будто вы этот ключ берете с разрешения ребенка. Он должен сказать, да, я тебе отдаю. В руке трясетесь, в правой. После этого говорите, бросаю в океан. Представляете, будто в океан тонет этот ключик. Поднимаете камень. И представляете, будто океан надо шумный такой и мощный делать. И представляете, будто тонет такой ключик. И ложится на дно океана. Вы берете большой камень черного цвета и накрываете такой ключик. После чего необходимо взять замок и написать, допустим, там, дочь 1984 года. После этого ее имя на этом замке. И сказать, чтобы рожала. После этого открыть и ключ выкинуть. А вот такой открытый замок где-нибудь у себя дома положит. Марина, ай, Марина, Марина. Марина, Марина. Витаю вас, Лариса Монова. Андрей Андреевич, завещение украли или оно дома? Дома, никто не украл. Елена Ермак. Андрей Андреевич, витаю вас и вашу чудовую родину с чудовым добрым святом. Чи може спытати, сможе продати свою квартиру? Так. Вы ее продасте? А что? Во второй половине года. Эльмира Присайны. Здравствуйте, Андрей. Смогу заработать племянницу, забрать племянницу из Туркмении сейчас в России, в Канаду. И стоит ли это делать? Не стоит этого делать. Не нужно этого делать. Вы не сможете быть счастливы после этого. Закончилось семь ступеней. Ура. Но исчезли все подруги. Не сильно волнуюсь. Но будут ли еще подруги у меня? Будут. Все будет хорошо. Изменится жизнь и судьба в лучшую сторону. Мадавий. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Когда муж приедет к нам с сыном жить навсегда, ответил ранее. Частлива, что пользуюсь вашими знаниями, смогу спросить вас о своей дочери. Когда она сможет быть готова родить ребенка? На протяжении где-то четырех лет родит. Елена Билан. Скажите, есть ли эзотерический метод помочь моему внуку? У него гиперактивность. Дочь не справляется. Эзотерический нет. Гиперактивность необходимо убирать седативными препаратами и приемом магния. А как вы можете делать что-то, если у вас нет энергетики? Если у вас нет энергии, как вы собираетесь влиять на кого-то энергетически? Как определить, имеете ли вы энергетическую силу или нет? Если вы злитесь, если вы нервные, бешеные, если вы спать ложитесь, не можете уснуть, если не можете себе дисциплинировать, то какая энергетика может быть у человека? Что такое иметь энергетику? Это свободно можно голодать, это свободно заниматься физическими упражнениями, это возможность отказаться. А какая энергетика у обычных людей? Она отсутствующая. Тем не менее, если хотите. Гиперактивность устраняется, если человеку давать магний. Давайте ребенку магний, утром кальций. Далее. Второе. Эзотерически это выглядит так. Если ребенок нервничает, бесится, орет, необходимо представить, будто он находится в белом шаре. Делайте это на протяжении дня, там, 10 раз. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, почему-то, когда я покупал СМГ и тренажер, у меня через силу и препятствия преодолевая с трудом, получается покупка всегда еле-еле. Есть силы такие, которые следят за человеком. Есть люди обычные, родившиеся для того, чтобы умереть. А есть люди необычные. Это люди, я их называю реактором, значимые. Они могут и не знать этого, и, как правило, не знают. Вот такие люди обычно за них, либо деструктивные силы борются, либо конструктивные. Как обретается это все? Допустим, была бабушка или, допустим, в роду кто-то жил, и эти люди в роду, они очень молящиеся были. То есть молились все время, молились за детей своих, молились за там все, что угодно. Себе ничего не желая. То есть прожили и отмолили. Таким образом, примолили к себе высшие силы, которые наблюдают за такими людьми. Но вы должны знать, когда высшие силы наблюдают за такими людьми, вот почему у молящихся очень часто в дальнейшем появляются проблемы в семье. Говорю это серьезно. Допустим, там бабушка очень сильно молится, а внук потом употребляет наркотики. Или дочка там становится алкоголиком. Почему? Ведь, казалось бы, человек, наоборот, должен получать только хорошие моменты жизни. Он верит, и эта вера, она достигает, если так можно сказать, ушей высших сил, понимаете. Такое есть и у мусульман, и у христиан, и у кого угодно. Не стоит забывать о том, что чем больше на человека смотрят высшие силы, тем сильнее такой человек привлекает внимание и других сил, деструктивных. Так душа, которая отмолена бабушкой, должна стремиться по ее мнению к Богу, на нее, чтобы она не попала к Богу, будут особое внимание обращать силы тьмы или по-другому бесы. Именно поэтому, если один человек очень молящийся или один человек очень духовно развивается, то есть такой вариант, что рядом находящиеся люди могут, и даже этот человек, может испытывать сумасшедшие, нереальные, бешеные соблазмы. Также для того, чтобы изменить судьбу такому человеку, должны быть препятствия. Почему? Потому что когда человек стремится к чему-то, что может изменить его судьбу в лучшую сторону, а это не должно произойти, то будут находиться деструктивные силы, которые будут препятствовать ему. Так у одного в судьбе написано «умереть от саркомы», и вдруг находится человек, который говорит, есть духовные практики, можно попробовать целительство, и, возможно, какая-то практика, код, мантры и так далее, может повлиять, и он не умрет, еще проживет. Потому что силам, которые следят за тем, чтобы этот человек прожил деструктивно и умер от этого, они заинтересованы, чтобы у этого человека судьба не изменилась, чтобы все было. Почему? Одна судьба может изменить весь мир. Одна судьба. Поэтому, если вы выбрали Сангая или семинар, связанный с увеличением материального, при этом вам плохо сейчас материально, то вам будет чрезвычайно сложно его покупать. О чем это говорит? О высокой эффективности данного семинара или данного тренажера. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Буду ли я замужем? Да. После обучения аренда посуточных квартир или чему-то другим заняться. Буду ли получаться посуточная сдача квартир? Так, еще 10 минут. Андрей Андреевич, шановный, че допоможете мне продаж квартиры? Че справди на мене деять энергетично-магично? Говорю вам, Анжела, на вас никто энергетично и магично не действует. Поэтому не заморачивайтесь, не слушайте никого, продадите вы эту свою квартиру, меньше цену поставьте. Сейчас продавать в Украине что-то неблагополучное дело. Ехать ли мне в Европу из Крыма? Нет, показывают, не нужно. Андрей Андреевич, добрый вечер. Чем лучше заниматься психологией или сетевым бизнесом? Если выбирать сетевой бизнес или психологию, то получается сетевой для вас лучше будет. Андрей Андреевич, подскажите, пожалуйста, моя дочь сейчас учится в Англии. Останется ли она жить в Англии? Скорее всего, да. Дорогой Андрей, с праздниками вас и вашу семью. Спасибо, дорогая Эльвира Юрьевна. Знаете, есть такое понятие, помните, я говорил, поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется. Именно поэтому каждый раз, когда появляются праздники, то обязательно накормите близких, обязательно кому-нибудь что-то подарите. Это в сто крат, особенно сделанное во время праздников, исполнится в вашу сторону. Добавите себе большие и толстые плюсы в карму. Татьяна Куреня, мне 67, двое сыновей, 30 и 35, но деток нет, дождусь ли я внуков, да. Ольга Андреевич, закончила курсы по продажам в интернет, но на работу не могу устроиться. Мне 50 лет, и работодатели хотят на ложе, даже не спрашивают, что я умею или не умею. Как теперь быть? Смотрите, если вы закончили курсы по продаже в интернете, то тогда начинайте продавать в интернете. Я могу сказать, что я продаю в интернете очень много, и очень хорошо получается. Дропшиппинг там разный. Это очень хороший вид бизнеса. Пробуйте, слушайте. Сейчас, если у вас есть силы и знания проходить курсы в интернете, по продаже в интернете, продавайте все, что угодно. Инфопродукты, все, что хотите. Умейте продавать инфопродукты, обратитесь ко мне, продавайте мои. Я вам за это процентам. Спасибо большое. В одном из марафонов вы сказали, что муж сможет приобрести свое жилье. Хозяин съемной квартиры предложил выкупить квартиру. Скажите, это как раз тот самый случай, правда? Если он захочет выкупить ее, и вам нравится в ней жизнь, то у вас получится. В случае, если вы захотите ее не покупать, а будете ждать другую, то можно будет и другую купить. Скажите, а болезнь можно в речку бросить? Нет. Болезнь, к сожалению, в речку не бросишь. Можно бросить только то, что есть. А болезнь – это то, чего нет. Болезнь – это мучение нашей души. И наказание за наше честное сердечное, злость, вредность, несправедливые желания, обижание других людей и себя. Хотела спросить, получится ли получить наследство моей дочери? Если да, то когда получится ли перевезти к нам в Аргентину без потерь? Получится получить. В Аргентину тоже получится перевезти. Марьяна, без потерь тоже получится. Подскажите, выйду я замуж в этом году? А в следующем? В следующем выйдите, в этом нет. Здравствуйте, с праздником вас. Подскажите, пожалуйста, по поводу личной жизни. Стоит ли ждать мужчину с Литвы или сложится ли с ним? Стоит ли ждать мужчину с Литвы? Стоит. Сложится ли жизнь? Как Бог покажет. Как Бог сделает? Ну, правильно, делайте, что ждете. Людмила, с Рождеством вас и вас. Подскажите, сможет ли моя дочь, ей 27 лет, еще обрести семью? И как скоро? Да, она будет замужем. Не надо отчаиваться. Она молодая, красивая. Все хорошо, зря волнуйтесь. Чем больше вы будете волноваться, тем хуже у нее будет судьба. Поэтому не волнуйтесь, и будет наоборот хорошо. Подскажите, у дочери подозрение на эпилепсию. Будет ли она здорова? Если начнет принимать препараты, здорова будет. Эпилепсия на сегодняшний день, это полностью удерживать эпилепсию можно. Ее она лечится. Ну, сможет, принимать будет препараты, и будет хорошо себя чувствовать. А если не будет, ей будет плохо. Я понял. Я понял. Ну что, еще раз с праздниками. Несколько слов еще о доброте и другие богоуводные качества. Доброта связана и с любовью. О своих последователях Иисус сказал. «Потому узнают все, что вы ученики мои, если между вами будет любовь», сказал Иоанн 13, 35. О такой любви Павел писал «Любовь долготерпелива и добра». Смотрите, «Любовь долготерпелива и добра». Корифинянам 13, 4. И о чем это значит? Когда человек любит, то любовь как раз и проявляется более в том, что протерпел, а не высказал, не высморкал, не послал, не нахамил и так далее. Вот в моей жизни была такая история. Я в свое время, насмотревшись разных историй про Америку, знаете, о том, как в Америке всем плохо, о том, что там бомжи ночуют под забором, что там все люди злые, хотят только денег и так далее. У меня была поездка в свое время. Я прилетел в Нью-Йорк, и у меня было желание, как мальчик из Советского Союза, хотел попутешествовать немного по Америке. Возможности у меня были, я еще был более-менее здоровым. И со своим другом решили путешествовать по трассе, я не помню, как она называется, 69 или 96, или 65, которая от Аляски и аж до Мексики через всю Америку проходит. И вот мы решили, начиная от Чикаго, через определенные города проехать на мотоциклах со своим другом. Есть поэтому снятые видео, они, правда, в плохом качестве, когда-нибудь отцифрую, потому что еще были тогда эти кассетные видео. И что меня поразило? Когда мы приехали в Америку, то меня поразила доброта населения. Вы мне можете не поверить. Услужливость, доброта, улыбки, теплые отношения. Сколько раз было такое, что у нас там не хватало денег рассчитаться, и человек, который на кассе стоял, говорил, не надо. Сколько раз подарки давали. Так много всего было. И вы знаете, я могу сказать, не верьте никому, кто будет вам говорить о том, что в Америке плохо живут. Не верьте никому. Я вообще хочу вам открыть концепцию, она звучит так. Чем больше в людях доброты в стране, тем лучше эти люди живут. А доброта разрушается, если человек начинает матюкаться, злиться, ненавидеть, предавать все то, о чем говорил Иисус Христос. Знаете, как у нас обычно, пошла ты, пошел, люди становятся разнузданные, друг к другу хамят, не намереваются теплее к друг другу относиться. Знаете, что тебе стоит? Рядом с тобой живет тот человек, который тебя любит. Ну, теплее относись к этому человеку. Нет в нашей жизни там чего-то. Ну, ты тоже что-то не делаешь. Знаете, и там можно все равно, это же человек, с которым тебе придется жить. Откуда столько злобы? Почему столько злости? Почему столько ненависти? Откуда вы это берете? Почему так происходит? Все сказали, Аллах сказал, Будда сказал, Иисус Христос сказал. Все сказали о любви. Все сказали о любви. Любовь разве может быть злой? Нет, она добрая. Тогда почему надо быть такими хамливыми, такими ненавистическими, такими злыми? Ну, это ужас. Вот смотришь на это все и понимаешь, что люди заслуживают той жизни, в которой они живут. Прям заслуживают на 100%. Конечно, я верю, что мир людей рано или поздно станет добрее. И в тех странах, где больше людей будут добрыми, в этих странах и жизнь будет лучше. Ну и на этом конец. А то сейчас начинаются гадания, знаете, Андрей Андреевич, родится, да не родится, будет, да не будет, там нужно, да не нужно. Просто пришли погадать, я понял. Смотрите, вы хотите изменить свою судьбу, и вам хочется это сделать, вам необходимо перейти на мой канал, на котором вы сейчас находитесь, и найти семинар, который называется «Первая ступень школы Кайлас», и посмотреть его. Обязательно его посмотрите. Напишите сейчас, кто не проходил первую ступень школы Кайласа. А вот хорошо было бы. Хотите изменить свою судьбу, это можно сделать бесплатно. Знаете, жизнь, она предельно проста. В свое время я об этом многократно рассказывал. Она сейчас бесплатна. Перейдите и пройдите. Вы, большинство тех вопросов, которые вы сейчас задаете, они у вас отпадут сами по себе. Это же все бесплатно, это все доступно сейчас. Это все можно просмотреть. Я же не говорю вам, купите, найдите. Я не говорю вам, вам ничего не нужно сделать. Просто и клацнуть, написать в поисковике Андрея Дуйко «Первая ступень, первый день» и просмотреть все 10 дней. Там больше 80 видео. Медленно, не торопясь, на протяжении трех дней. Заполните себя счастьем. Найдите в себе новую идею, новую философию. Запустите новую свою судьбу хотя бы с этого дня. Неважно, сколько вам лет. Никто не отменял счастливой судьбы. Каждый человек может настроиться и прожить счастливо. И я вам искренне желаю, пусть в вашей жизни будет счастье, радость, любовь, уважение, теплые отношения в семье. Еще раз поздравляю вас с этим приятным праздником. Я на самом деле большой поклонник христианства. Я поклонник и ислама, и поклонник буддизма, и поклонник конфуцианства, и поклонник индуизма, и поклонник всего остального. И иудаизма в том числе. Крови такие имею. Именно поэтому я хочу сказать, что везде, во всех религиях, на первом месте стоит проявление доброты. У Будды, добродетеля, Сус Христос, с добром. У исламе, неубиение и доброта, символ знамени ислама, зеленого. Это символ сердца, символ верности, символ доброты и тепла. Пусть люди становятся добрыми. Когда закончится сейчас вебинар, то обязательно в знак моей благодарности или благодарности ко мне, обязательно ставьте свой комментарий какой-нибудь хороший под данным видео. И напишите там какие-нибудь пожелания тем людям, которые будут в дальнейшем этот комментарий читать. Так и напишите. Все, кто читает комментарии, желаю вам. Вот так пожелайте многим. А там, когда кто-то напишет комментарий, там желаю вам. И напишите, и вам желаю, и вам счастья, и вам. Таким образом вы сделаете кругооборот добра. Я верю в такой круговорот эзотерический добра, как у иудеев, знаете, обнимаются, начинают танцевать, веселиться. Но мы же не можем друг друга обнять. Многие из нас на разных сторонах мира находимся. И поэтому можем вот таким образом его создать. Пожелать хорошего друг другу, не зная, из какой мы страны и где мы живем. Пусть будет жизнь у нас лучше, счастливее, веселее и добрее. А сейчас я иду к своей семье. У нас там накрыт стол. Сегодня сочельник. Это мой любимый праздник. Я буду есть по чуть-чуть все блюда. Особенно буду есть соленые огурцы. Я их люблю. И есть кусочек рыбы. За вас, друзья. Спасибо. Спасибо.